Здравствуйте, с вами Зинаида и сегодня я хочу представить такой вот сервис, который называется Клиент Хантер. Это очень продвинутый, очень классный сервис для сбора подписчиков в сервисе Телеграм. Здесь вы можете создавать автоворонки. Автоворонка это и есть ваш бот, позже я буду рассказывать как это все реализовать и есть еще уроки о том, как это все сделать. То есть у меня сейчас в сервисе находятся две автоворонки, то есть два бота, то вы можете здесь увидеть. Смотрите, здесь есть статистика. Самое главное, вот у меня в первом боте 40 подписчиков, как вы видите здесь, что в моем боте 9 сообщений, до конца сколько дошли, сколько отказались. Стоимость сервиса лояльная. Получается, что у нас бот в день стоит 15 рублей. Один бот. Что вы еще можете сделать здесь? Создавать рассылку, то есть когда у вас ваши подписчики будут к вам приходить, естественно периодически нужно с ними вести диалог. Вот из этого бота вы можете делать рассылки. Вы можете сюда загружать свои товары и продавать же здесь. И сервис постоянно расширяется, совершенствуется. Есть еще такой раздел как мультирендинг. Он еще сейчас разработан. Значит, смотрите, не буду долго рассказывать, здесь все очень просто. Расскажу очень важный момент, на мой взгляд. Значит, по оплате бота, по оплате сервиса. Таким образом, смотрите, вот вы берете, нажимаете на раздел автоворонки, добавить автоворонку. Прежде чем добавить автоворонку, нужно оплатить сервис. Минимальная оплата, минимальное пополнение баланса здесь идет на 450 рублей. Здесь нет большой там синей-зеленой кнопки пополнения. Она вот здесь вот находится, видите, маленькой такой ссылочкой на пополнение. И дело в том, что когда вы нажимаете на пополнение, понятное дело, что первый ходный вариант вы, скорее всего, будете оплачивать одну автоворонку, то есть минимальное пополнение на 450 рублей. Но вот смотрите, очень важный момент. Когда вы нажимаете кнопку пополнить, деньги у вас уходят не оплатой за товар, а переводом. У вас здесь, вам напишут, что будет деньги получать физическое лицо. Это абсолютно не страшно, но в каком плане? Если платить это с кредитной карты, то, скорее всего, оплата у вас не получится. Я нашла такой вариант кредитной карты пополнить кошелек, свой кошелек U-Money, бывший Яндекс.Деньги. И потом уже так безболезненно перевести деньги с U-Money на кошелек сервиса. Для этого сразу откройте кошелек U-Money в соседней вкладке, чтобы он у вас был открыт. Ну, зайдите туда и вас сразу кнопкой перекинет на него. И здесь просто вот выберите с баланса не с карты какой-нибудь, а с баланса кошелька. Ну, это для тех, я рассказывала, кто хочет оплатить с кредитной карты. У кого обычно нормальная карта, там нет никаких проблем. Вот. И нажимаем кнопочку дальше, то есть я указывала баланс мой кошелек, если 50 рублей у нас спишется, заплатить. Мне уже пришло сообщение в Телеграме, что мой баланс пополнился на 450 рублей. Ну, когда мы можем оплатить активы с Lion Hunter, потом дальше будем создавать в нем бота. Спасибо.